Центр оздоровления, архитектура здоровья. Клиентов заставляют или вы здесь работаете? Ты кто такой? Я тромб. Пошли оторваться. А что емничай-то? А что ты умудшишься? Ну, до первой кризисной. Это чем? Вазелин. А у вас стены давно перекрашивали? Мочиться нормально, никаких проблем. Нормально, по ночам скрывать все нормально. Моча идеальная? Нормально, да? Пить можно. Вообще никак, вообще очень сильно хочется. Форест, беги. Так, клизму хорошо поставили, что в горле пересохло. Ребятушки, а как вы думаете, откуда у нас с Михалычем деньги на все эти путешествия? Как откуда играем в казино Дэйди? Правильно, играем в казино Дэйди. Ребят, играйте тоже, выигрывайте. Чтобы зарегистрироваться в казино Дэйди, все ссылочки я оставил в описании и в закрепленном комментарии. Кто регистрируется по моей ссылке, тот получает 200% на первый депозит. Правильно, и 100 фриспинов по промокоду РЭйди. Переходите, ссылочки все там. Играйте, выигрывайте, но не заигрывайтесь. Не заигрывайтесь. Ребята, всем голодный привет. Да, всем голодного утра. Да, в общем, мы в Санкт-Петербурге. И сейчас вам расскажем, как добраться до центра терапевтического голодания «Архитектура здоровья». Машина приехала? Пойдем. Переночевали мы в отеле «Ибис». Стоимость номера двухместного 3900 рублей. Ехать до Зеленогорска, до Центра архитектуры здоровья. Центр архитектуры здоровья. Центр здоровья. Как центр? Центр, ну, выучим еще зайти. Да, в общем, архитектура здоровья. До клиники «Архитектура здоровья» ехать. Центр терапевтического голодания. Да, вот, ехать час десять. Вот мы и на месте. Центр оздоровления «Архитектура здоровья». Смотри, кто-то уже заезжал по проторенной дорожке. Ну, природа, я вам скажу, ребята. Нет, шикардос. Сосняк. Это что, туи или сосны? Сосны какие-то. Сосняк. Это город Зеленогорск, да? Зеленогорск? Зеленогорское пиво. Зеленогорское. Я сейчас захожу, и у меня в голове заиграло. Та-та-та, тара-та-та-та. Last Christmas, I gave you my heart. Джордж Майкл. Песня. Михалыч, какой-то, я не знаю, этот, как он, с Анатолией, Плафилактули, приехали. Да нет, да вообще же, кордос. Ну? Нет, здесь я голодать готов. Смотри, медсестрочки ходят. Как бы Леха Хомяков сказал? Невестушки. Невестушки, медсеструшки. Куда пойти с невестой? Они не медсеструшки, они невестушки. Клиентов заставляют, или вы здесь работаете? Я работаю. А, я думал, мы будем потом убирать с завтрашнего дня. Вы восьмой день уже голодаете? И такая радостная. Конечно. Дени, мы думали подушка ты, а ты собачка. Это же как порода называется? Мамиранский шпиц. Шпиц. На одну сам ляжешь, на другую. Невестушку привезти. Проклизмованную. О! Ой, Михалыч! Шикардос. Мой номер 245. На телогрейчик. Печать. Угу. Ага. Здравствуйте, соседушка. Здравствуйте. Сигаретки не найдете? Сигаретки, ну. Пойдем к медсестре. Сначала вот туда, в этот кабинет 29, а потом 32 ко мне. А как вас зовут? Элиса Семеновна. Как? Элиса Семеновна. А вас как зовут? Екатерина. Ты была не права? Ну, нет, я права. А вы какой день здесь? Пятый. Пятый? Да. А что вы такие все веселые? Чем вас тут кормятся? А вот, энергии. Энергии кормим. Ребята, я так рад, что 12 февраля в 19.00 в Москве у меня состоится второе публичное выступление, на котором я буду рассказывать, как я изменил свою жизнь. А именно, рассчитался с долгами 200 тысяч долларов, бросил бухать, я больше двух лет уже не пью, и похудел на 55 килограмм. Выступление пройдет на улице Воздвиженко, дом 9, помещение 23, второй этаж. Ориентир аптека Ригла, слева ее обходите, будет вход. В общем, все подробности можно узнать у моего менеджера Алексея, ссылка в закрепленном комментарии. Билет стоит 1 тысячу рублей, тоже можно билет купить заранее, мест всего 50, так что лучше купить заранее, чем там перед мероприятием. Сборное мероприятие в 18.30. Жду всех. Здравствуйте. Добрый день. Вас как зовут? Марина. У меня мама Марина зовут. Что, волнуешься? Да. А что ты волнуешься? Ну, до первой кризисной. Здесь человека, доверенное лицо, которое вы разрешаете предоставить сведения о себе, если это понадобится. Это как в круизе, если утонем? Да. Кто у меня ближе, Свет, это только ты. А вы знаете, вот эти шутки сейчас нельзя, да? Спасибо. В Телеграме есть расписание, поэтому расписание ежедневно посещаем все процедуры. А я обходу. Да как? Я как Шерлок Холмсон, как доктор Ватсон. У нас блок на двоих. Просто я уже на голодании, там, грубо говоря, 5 или 6 раз. Я уже забился. Ну, не у нас. Не, у вас первый раз. Я в Турции тоже был на голодании. Сумасойте. 149 на 124. Может, либерально еще не нужно. Правильно, у меня оно такое. А на день пятый будет 107 на 70. 135, 500, не уходите. 174, можете спускать? Я 176. Ну, видимо, немножко утрамбовался. 121 на 85, пульс 62. Проходим тоже. И чего вы говорите? Просто до 200 накачал. Это странно. Обычно при давлении 120 где-то до 160 накачал. Ну, вот как давление-то у меня? И пульс? Хорошее давление. Да? Спасибо. Есть. Так, не уходим. Сколько? 98. 184 с половиной. Обычно. Вообще, в возрасте 187, потом 185 с половиной, сейчас 184 с половиной. Лично я продолжу всем говорить. Метр 76. Мы к вам идем. Как обычно, сердце слушает. Все, молодец. Никаких там предметов никаких нет. Идичные, да? У него знаете, какие аккаунты есть, создают его фанаты? Куртка Михайловича. Печень Михайловича. Отдышка Михайловича. Кошвар. Сейчас карликом называть будут, 174. Так, ожирение напишем на первом месте. Напишите, пожалуйста, нет. Для оживления нет. Гипертоническая болезнь, да, первая стадия. Главное, чтобы не было этих тромбов, мотивирующих. Это та ерунда. Ты кто такой? Я тромб. Пошли отрываться. Да. А что леничать-то? Что леничать-то? Я сразу хочу сказать на камеру. И тебя вылечат. И меня вылечат. Все нормально. Я не хотел сюда ехать с ним. Это не я его сюда затащил. Это он меня сюда затащил. Я говорил, весной поедем. Со стулом как обстоят дела? Хорошо. На какой сам сядешь? Ну, на всех стульях хорошо у меня. Мочиться нормально, никаких проблем нет? Нормально, по ночам в кровать все нормально. Хочешь? Проблем с этим нет. А может быть такое, что человек худой, но выпивает, и у него жир откладывается в печенье? Может быть, Ваша, алкоголь-то он уже что делает? Вызывает жировую дистрофию, конечно. Вы знаете, я у Малышевой на программе был. И что? Она спрашивает, вы про что снимаете? Я говорю, про подагру. И она ха-ха-ха. Верь в себя. А глюкоза сколько у него? Глюкозка 3 и 5. Как Камри. Моча идеальная? Нормально, да? Пить можно. Да. Дыши. Это у меня Дима, да, Дима? Нитя. Нитя. Так, Дим. Твою мать! Нитя. Так, Дим. Неполная облака до правой ножки. Ну, тут и не специфические нарушения тут. Короче, вся ерунда написана. Это нормально все? Все, в принципе, ничего тут криминала нет. Я два дня дома лежал, все, я же не гулял. Потолок. Заказывай мне отпевание, я говорю, в церкви. О, а что это у него тут за чужой? Чужой? Чужой. Там у меня камень. Вот прошлое, полгода назад. Да уже прошлое, все уже, где туканут. Прошлое не воротишь. А вот знаешь, что тянет? Что? А? Прошлое. А что у тебя прошлое? А ты его уже не вернешь. Прошлое не воротится, И не поможет слеза. Поцеловать мне хочется. Знаешь песни? Дочки мои глаза. Ты же старые песни-то, откуда ты знаешь-то? Я 80-го года. Вот если мой коллега не пьет 2,5 месяца, то я не пью уже 2 года. Телевизор за 85 тысяч купил. И Юльки трусы. Юль, померяешь? Это как комбинации и за видео вам показали. А что вот Таня зовут? Ну то есть шутки. Юля это жена Игоря. Получка пашечей. Это вырежете. И это же, сука, не вырежет. О, женщины. Шутки про еду прекратили. Я был как-то в другой клинике, в Юлисинске, там тоже общий чат был. И один мужик на пятый день пошел гулять в город и скинул фотки колбасы прилавка. И вот еще не убили все. Конечно, разве можно так и делать? Я там видел, сейчас посмотрел путь, как на море идти. И смотрю, там на перекрестке стоит, проявлено написано, братцы-кебабцы. Да, там же всюду, там же эта зона-то, извини меня, отдыха. Когда можно его везти мимо братцев-кебабцев проводить? Да, да. Здравствуйте, девчонки. Да. Здравствуйте. Вас снимать можно или нельзя? Не, не могу. А без камеры? Это ты на трассе будешь без видео снимать. Сев. Так, Сев. Да. Снимите, я Митя. Сев. Да. Лизби готовится. Зачем штаны снимать, а не анимайку. Слушай, не, ну я так скажу, что в принципе, тюбаш-то не сильно-то и хотела сделать. С него срешься ночью, обосрешься прям в кровать. Все раз? У меня так каждый раз после тюбажа. Ну, вечером жди, вот на ночь. Подожди, в туалет, что вы в туалет? Там, здесь что ли? Ну, конечно, прям обсираешься и все. Так, на туалете, на унитазе лучше, чтобы до спать или нет. А, здесь это пеленка есть. Так, держите пеленочку. Тереться на кровать. Я как в этом фильме для взрослых. Дети, как пуговки. Иван Васильевич, у меня в профессии пуговки. Покажите. Это чем? Вазилин. О, Михаил, здравствуйте. Сейчас, подождите, надо расслабиться. Расслабиться. Кольцо активности разожми. Ой-ой-ой. Дышим животиком. Что зашло? Валерный глубокий вдох животиком. А сколько там объем? Ветра 700. А должно войти? Все. Ой, так мне же надо будет сразу бежать. Я помню, когда... У тебя вот туалет же. А у вас стены давно перекрашивали? Видите, все чисто вроде. Тихо. Сразу холод пошел. Дышим животиком. Мне самое главное, чтобы он не смешил. Потому что стены приобретут оттенок характерный. Ой-ой-ой. Очень сильно хочется. Дышим, дышим. Расслабились, дышим. Дышим. Чуть-чуть открестила. Очень хочется в одно местечко... Дышим. Сейчас раз, следующий кадр. Все стены. Да, тихо ты. Ну, что ты творишь, что мне действительно же... И Михалыч такой, да. Коль выходит обратно. Не просто так мне жена говорила быть понастойчивее. Ну, что, никак. Вообще-никак. Вообще, очень сильно хочется. Форест, беги. А мы послушаем. Хорошо? Легче. Все, я пошел. А в Турции, я знаете, там какой был прибор, такой, как вело этот... Вело-тренажер. Называется ангелы воды. Торчет такая трубка, вот такой длины. Ага. Сам садишься на нее вот так вот. И сам себе сюда вставляешь. И вот она и заливается. И тут же, и с трубкой в заднице прям это все выливается. И там, садишься, там что, литр в пять, что ли, оно должно это все. Все, что ли? Ага. Ну, что? Здравствуйте. Я не знаю, килограмма тренера высрал. Я не три, а, наверное, сколько килограмма? Наверное, килограмм и двести. Меня там чувствую за стоимость такая. С другой стороны, я за три подхода, я встаю, пошел снова. Я сидел, я сидел минут 15-20. Смотри, люди-то ходят здесь. Ну, блин, в основном девушки. Ох, да, спасибо большое. Подписать? Да. У меня так клизму хорошо поставили, что в горле пересохло. Те-тере-тере-те, дымок. Те-тере-тере в потолок. Как там? Не знаю. Обсуждаем. Слушай, ну здесь какой-то, я так понимаю, какая-то рублевочка, да? Местная, Санкт-Петербургская. Ну, уродный этот, конечно, весь Финский залив застроен. Куда-то на трассу вышли. Вот, братцы-кебабцы, про которые мы говорили. Уютненько. Ладно. Не будем задерживаться. Михалыч, по даче скучаешь? Конечно. Да, Петрушка. Только не могу понять, почему маленькая. Вот такая дачка, да? Почем, интересно, здесь дача? Ну, тут до хера. Во, вышли на Финский залив. Переход по льду запрещен. А тут тропинка. И вон, рыбаки сидят, черненькие точки, видите? Проход на лед запрещен. А она на собрание? Сколько это собрание? Два. Ого, уже 13 минут до собрания, побежали. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас собрание? Здравствуйте. У нас по эфирным маслам. Меня зовут Мария. Вы записываете? Дмитрий. Дмитрий, а вас? Евгений. Я фильм видел, я так же капали. Перемешайте, вот так вот постойте. Вот это все масла, да? Да, это эфирные масла. И они с разными вкусами, правильно? Да, конечно. Я вот просто с лимоном. Капну. А, держи. И подушите, отдыхайте кулаку. А что за запах? Лаванда. Лаванда. Я вообще запахи никакие не люблю. Давайте я почувствую. Вот такое. А все, эта лекция закончилась? Да, я думал, что закончится как в фильме «Парфюмер». Мы все разденемся, намаживаемся маслами и будем тереться друг в дружку. У нас начинается йога. Ты, Михаил, занимался хоть раз йогой? Нет, ни разу. Ну что, давайте познакомимся. У нас сам завод. У вас ждите, что ваша спинка растягивается, макушку тянете наверх, а то, в общем, мы будем теплаем, отдыхаем. Отпускаем. И переводим обратно. Немножко начнем со ступней. Разгинать ступни, пальцы. Тяжело, да, по подъему? Больно? Больно, вот здесь. Угу. Почувствуйте, что он начинает происходить, куда идет энергия. Начинаем работать с пальцами ног. Пальцы ног представьте, как кулачки. И отпускаем. В пальцах ног начинаются у нас каналы. Раз, пять. Шесть. Четыре. Пять. Шесть. Что же ты за дрянь? Семь. Три. Ну, насколько вам хватает силы праздника. Хорей. Хорей не будет, да. Ого. Можно еще дополнительно растянуть спинку. Беремся как следует и вытягиваемся наверх. Вдох животик надуваем. Выдох животик. Старайтесь расслабиться максимально. Расслабить пальчики. То есть и назад. Не поясница это делаете, а именно тут. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А если есть соратник, ну это вообще просто, то есть, а давай пойдем вместе туда и посмотрим, а как это там, например, подышать, а как это поголодать. Маткой. Да, ну я просто слышала такую историю, что типа каждый мужчина должен отрастить свою матку. Ну опять же, все во что вы верите, можно отрастить свою матку, скажем так, просто представляете, потому что мне кажется, вы все записываете. Ехал на голодание, а случайно отрастил матку. И надышался свежим воздухом этой матки на Финском заливе. Очень много появилась энергии, появилась жажда жизни, я тебе больше хочу сказать, вот это в позе покойника. Поза трупа, ложись, показывай. Андрюха, у нас труп, возможно криминал, по коням. Чтобы что-то сделать, тут вообще не хватит. Я выступаю, не правило, что... Все, ребята, вечерние изомеры. А вопрос, а для чего вечернее взвешивание? Вечернее взвешивание нет. У нас есть, вечером мы меряем донги, не выясняем самочувствие, как прошел день, что-то беспокоило, не беспокоило. Были ли какие-то жалобы. 135 на 105. А должно быть? 120 на 80. Он для микрофлора кишечника. И также обладает антипаразитарным эффектом. А клюемку не надо подсилать? Не надо. Это никак? Никак чудес не случится. Наливаю чай, вечером у нас ромашка. Эту кружечку забираете с собой, и с ней будете к нам приходить. Дорогая Мария, с этим маленьким бокалом, но с большой душой, хочу выпить за весь сестринский отдел. Я как главврач. Давай пей. К девочкам приду шампанским, с апельсинками в сеточке, все у меня куда несет, там наливают. Наливают. Ну что, дорогой мой Евгений Михайлович, как тебе первый день лечебного голодания в Центре архитектуры здоровья? В Центре лечебной терапии и голодания. Я уже, у меня просто мозг немножечко отключается, я скажу, признаюсь честно, очень приятно удивлен. Ужать-то охотно? Нет. Пока я у тебя не спросил? Пока ты меня не спросил, нет. Я ожидал страшнее. Я думал, извините за проникновение, думал, что гораздо неприятнее будет. Нет, ну тебе на завтра-то сколько вы написали процедур? Вот завтра посмотрим. Но это во второй серии? Ну да, но это уже не так страшно. Ну все, поснимаем, все, ребята, еще будем продолжать репортаж. В общем, Михайлович, я за тебя рад. Да. Нисколько в тени сомневался, что ты справишься. Первый день, он трудный самый, как говорится. Ну и второй, и третий, я думаю. Ну не комом. Все, ребят, до новых встреч. Угу. Можешь за вами. Можешь за вами.